В эфире телеканал АБА информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Несмотря на дождь, сотни казаков собрались у поклонного креста близ Чамлыкской. Там состоялись ежегодные поминовения в память о погибших казаках. Теперь и в Лобинском районе есть отделение Русского географического общества. Возглавил его Александр Захарин. Казаки Лобинского отдела приняли участие в Чамлыкских поминовениях. Ежегодно они собираются у Троицкого креста, чтобы вспомнить трагическую страницу в истории казачества. В этом году в поминовениях принял участие войсковой атаман Николай Далуда. Несмотря на дождливую погоду, возле Троицкого креста, который расположен недалеко от Чамлыкской, собрались казаки Лобинского казачьего отдела. 98 лет назад в этих местах произошло трагическое событие, названное Троицким восстанием. Казаки подняли мятеж против режима власти. Но бунт красноармейцы подавили буквально за три дня. В результате погибло более тысячи казаков. Пострадали не только участники бунта, но и их семьи. События почти вековой давности вспоминали на Троицких поминовениях. Участники мероприятия говорят об одном. Сегодня нужно сделать все возможное, чтобы никогда не повторилось это страшное время. Восьмой год мы собираемся на этом месте, чтобы почтить память казаков, погибших в Троицком восстании. И с каждым годом мероприятия становятся масштабнее, обширнее. А самое главное, детей становится все больше. Все эти мероприятия проводятся прежде всего для подрастающего поколения. Чтобы они помнили и никогда не повстрили вот те события, которые разыгрались в июне 1918 года. Мы отмечаем сейчас, что очень много молодежи. В этом году больше, чем было в прошлом году. И дай бог, что у нас храм есть свой Александра Невского. Там ребята приняли казачество. Уже восьмой год подряд на этом месте собираются казаки, руководители соседних районов, депутаты, духовенства, учащиеся казачьих классов и групп казачьей направленности, чтобы почтить память земляков, погибших в годы страшной братоубийственной гражданской войны. В этом году почтить память погибших братьев казаков во время Троицкого восстания приехал атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда. В напоминовение прибыли атаман Лобинского казачьего отдела Виктор Верзунов, депутат Законодательного собрания края Владимир Михайлов, главы и делегации районов, входящих в Лобинский казачий отдел. Гостей встречал глава района, подчетный член Совета стариков Лобинского районного казачьего общества, войсковой старшина Александр Садчиков. Это наглядный пример того, что народ должен быть единый, должен быть целостный, чтобы никогда на нашей земле не повторилась подобная история. И вот в районе очень развитая сеть казачьих классов, есть казачьи школы. И вот это наглядный пример для всех, для будущего нашего поколения о том, что мы должны быть едины. И наша страна, и район, и край всегда будут сильны, когда мы будем едины. Поэтому это очень богатый исторический материал, он изучался, и мы увидели очень многое того, что в истории не было известно. И вот слава Богу, то, что это поднято, рассказано сегодня людям. И здесь проводятся такие массовые мероприятия, посвященные памяти наших предков. К участникам мероприятия обратился Николай Далуда. Он отметил, что главная цель поминовений – сохранить горькую память о тех кровавых событиях, помнить, чтобы никогда не повторить. В течение года мы проводим огромное количество поминовений, более 20 поминовений. И на этих поминовениях мы выделяем два направления. Первое направление – это мы вспоминаем о героическом прошлом наших предков, которые защищали свою родину, свое отечество, в общем-то, даже не щадя своей жизни. Это Тиховское поминание, Липкинское, Гречишкинское. И второе направление поминовений – это как раз касающиеся страшного периода гражданской войны. Когда брат пошел на брата, отец на сына, сына отца. Когда появились красные, белые, свои и чужие. И самый главный вывод, который мы делаем с этих поминовений, и стараемся донести до всех казаков, до детей, которые принимают участие в этих поминовениях, что Кубанское казачье войско всегда будет сильным, мощным до тех пор, пока мы будем едины, пока не будем друг друга обсуждать, пока не будем друг друга обзывать. И к этому я всегда призывал и буду призывать. А, кроме того, меня, конечно, как отомана войска, очень радует то, что на таких поминовениях принимает участие огромное количество детей. Детей, прежде всего, казачьих классов. Ведь они все это слышат, они все это видят, они как губка впитывают это. И это дети совершенно другие. Они все-таки отвечают принципам, которые мы закладываем в систему обучения. Это уважение старших, уважение к труду, это любовь к своей родине и готовность защищать свое отечество. К собравшимся обратился благочинный Курганецкого округа протеерей отец Валерий. В своем выступлении он отметил, что казачество, которое вырезали мечом, морили голодом и предавали репрессиям, в наше время словно возродилось из пекла. И сегодня его задача – стать символом и оплотом мира, согласия и благополучия. Священнослужителя служили за упокойную службу по убиенным казакам, а ныне живущим провозгласили многолетие. Тему сохранения исторической памяти продолжил атаман Лобинского района. Мы проводим вообще большую военно-патриотическую работу, потому что у нас очень много информационных поводов для этого. И учебные поминовения являются одним из информационных поводов для поисковой работы в казачьих классах. Вот у нас на исторических событиях, тех поминовений, которые проходили в 1918 году, казачья школа разработала целую программу лекторий и сопровождение слайдов, диафильмов, и заняли призовое место на уровне Российской Федерации. И таких примеров, к сожалению, очень много, трагических примеров. Но ребята с удовольствием ищут историю, копаются в архивах. В интернете выискают сведения о людях, которые принимали непосредственное участие, ищут их потомков, прямых родственников. И это очень достойно. Тем более, ведь идеология этого креста, она примирительная. Ведь это была братоубийственная вина, когда брат на брата шел, отец на сына. И в чем-то и самая величина этой трагедии. Но сегодня мы, проводя такие мероприятия, стараемся как раз заложить почву для того, чтобы такие события никогда не повторялись. Об исторической памяти и патриотическом воспитании подрастающего поколения говорил депутат Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Михайлов. Все, кто знает об этих событиях и пережил их, сочувствуют и верят, что такое на нашей земле больше не повторится. Мы знаем, что казак – это воин. Он может воевать и защищать свою землю. Пусть же нам придется только защищать свою землю от своих врагов. И никогда не выяснять с оружием отношения друг с другом. Вечная и светлая память нашим братьям, погибшим в те годы. Слава казакам, которые всю жизнь и всегда впредь будут защищать родную Кубань и родную Россию. В завершение мероприятия участники поминовения возложили венки и цветы к Троицкому кресту. В Лобинском районе создано местное отделение Русского географического общества. Историческое событие состоялось 3 июня в присутствии первых лиц района и города, а также председателя регионального отделения Русского географического общества Краснодарского края. Какие перспективы появятся у лобинских исследователей и какие задачи ставятся перед местным отделением, узнала Татьяна Щукина. Ей слово. В Лобинском районе теперь есть возможность более углубленно заниматься изучением родной земли. В прошлом году сформировалась группа, которая инициировала появление в нашем районе местного отделения Русского географического общества. На учредительном заседании присутствовали первый заместитель главы района Олег Кухно, исполняющий обязанности главы города Павел Дидюра, начальник управления образования Александр Захарин, председатель Мостовского отделения Русского географического общества Василий Баглаев, заместители директоров школ по воспитательной работе, учителя истории, географии и кубановедения, представители эколого-биологического центра, станции юных туристов и других учреждений дополнительного образования. Я хочу сказать, без преувеличения, действительно, мы становимся частью великой истории государства российского. И я думаю, Лапинский район этого заслуживает, как и наши уважаемые соседи. Мы с соседями еще разговаривали, руководителям Московского отделения Русского географического общества, они были несколько раньше. А я думаю, что потенциал Лапинского и Московского района, вообще-то в горе, еще в доме ход, далеко не открыт, но только в начале пути, и исторического, и туристического, и различных других, и географического. Поэтому я думаю, что действительно, вот ту инициативу, которую Александр Витальевич предпринял, которую поддержали наши уважаемые и ветераны, и туризма, и активисты, и историки, и географы, это действительно очень хорошее начинание и большой почин, который, я думаю, будет иметь и достойный результат. На первом организационном собрании в Лапинске присутствовал председатель регионального отделения Русского географического общества Краснодарского края, член общественной палаты края Иван Чайка. Он рассказал о задачах данного органа. Главная задача – это, конечно, популяризация географических, экологических, исторических, краеведческих данных, это исследование района, это проведение, изучение, исследование района. Ну и самое главное – это, конечно, работа в том числе и с молодежью, патриотическое воспитание, ну и изучение родного края. Лапинский район интересен своим географическим положением, теми объектами природного и историко-культурного наследия, которые на территории района присутствуют. И, конечно, все это дает определенные возможности и перспективы для очень хорошей работы новому местному отделению. Могу сказать о примере, когда вот на майские праздники мы на Умпыре проводили достаточно большое мероприятие туристское, и уже 150 человек, детей из Лапинского района принимали там участие. И подходили к нам многие взрослые люди, которые там представляли Лапинский район, и тоже спрашивали, почему бы не открыть это местное отделение. Председателем Лапинского отделения стал Александр Захарин. Всего в Лапинское отделение географического общества на сегодняшний день вступило 16 человек. Это поистине историческое событие открывает перед лапинскими историками, географами, кубановедами, туристами и всеми патриотами родной земли новые перспективы. Наши новые отделения получают возможности участия в наших федеральных, региональных проектах. Могу привести простой пример, который вот сейчас реализовывается. Русское географическое общество проводит свои тематические профильные смены во всех всероссийских детских центрах, то есть Артек, Орленок, Смена и Океан. И мы распределяем определенные квоты для того, чтобы уже дети, активисты, волонтеры наших местных отделений, наиболее талантливые, проявившие себя, принимали абсолютно бесплатное участие в этих профильных сменах. Вот за 2016 год, вот в этом году, у нас приняло порядка 260 человек из Краснодарского края детей в трех лагерях. Артек, Смена и Орленок. Соответственно, как бы в перспективе мы будем также поддерживать и наиболее талантливых детей Лобинского района. Значит, также есть другие возможности по исследованию района, по проведению каких-то знаковых мероприятий. Ну, это уже в процессе работы Лобинского отделения мы посмотрим и определимся, какие именно направления здесь поддерживать, какие именно направления здесь развивать. И, соответственно, уже от инициативы наших местных отделений мы будем смотреть, то ли это будет финансовая поддержка, то ли это будет административная поддержка, то ли информационная. Здесь нужно смотреть в зависимости от проекта и от тех пожеланий, и от той работы, которую будут наши проводить коллеги в Лобинском районе. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Партнер выпуска новостей – компания «Окнопарк». «Окнопарк» – надежные окна по доступной цене. Это все новости, а сразу после рекламы смотрите прогноз погоды. Всего доброго, до свидания. Только в «Окнопарке» окно 1,20 м на 1,30 м, одно положение открывания с подоконником и отливом всего 4500 рублей. «Окнопарк», Лобинск, Международная, 58, телефон 8-918-354-58-48. Субтитры создавал DimaTorzok